В этот дом на Лермонтовском проспекте теперь не ходят люди. 13 октября отсюда увезли пятимесячного Ума Роли, а ночью 14-го он скончался. Почти месяц как молодые родители пытаются понять, почему их лишили долгожданного сына. Отец мальчика Рустам обивает пороги питерских инстанций и рискует стать обвиняемым по уголовному делу о смерти младенца. Следственный комитет меня держит, говорит, ставь там здесь порпись или что-то там. Отказываешься от своих показаний? Типа я убил своего сына. Я говорю, что я здесь причем. Скажите, почему умер ребенок? Я тут причем. 29 ноября родителям Ума Роли покажут свидетельство о смерти ребенка и возможно тогда мать мальчика Зарина сможет покинуть Россию. Пока же она остается в Петербурге и прячется от камер. Тем временем в российской прессе появляются данные медицинских экспертиз, по своему характеру больше напоминающие хорошо организованную утечку. Логика документов сводится к тому, что пятимесячный младенец страдал циталомегаловирусной инфекцией и смерть его была практически предрешена. Гибель мальчика через несколько часов после полицейского задержания его матери лишь трагическое совпадение. Даже если мы проведем 50 экспертиз со стопроцентной уверенностью, что ребенок умер от некой болезни по вине непонятно кого, это совершенно не умаляет незаконность этих действий, которые были совершены именно сотрудниками полиции, ФМС. Все равно произведено незаконное изъятие. Сейчас Рустам показывает фотографии сына и вспоминает, каким увидел его в морге через пять суток после смерти. Между тем давление на семью Назаровых оказывают не только в правоохранительных органах. Муниципальные власти идут на любые ухищрения, чтобы защитить честь полицейского мундира. Вот такие странные плакаты стали появляться на дверях квартиры Рустама и Зарины. Каждый раз говорит, что мы виноваты за смерть ребенка. Мы виноваты. 11 ноября в Петербург должен прибыть детский омбудсмен Павел Астахов. Он уже заявил, что намерен задать полицейским службам несколько вопросов, в том числе на каком основании пятимесячный младенец оказался в полицейском участке и не был передан на руки законным представителям. Андрей Королев. Настоящее время. Петербург.